Рейтинг драчливых звезд российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров проявил несдержанность и напал на женщину, которая организовывала концерт. В результате этого инцидента певец провел продолжительное время в психиатрической клинике, где ему помогли восстановить его нарушенное душевное состояние. Однако проблемы на этом не закончились. В сети появилось видео, на котором Киркоров ссорится со своим стилистом. Артисту не понравилась его новая прическа и он бритвой обрил невинного парикмахера Налеса. Александр Домогаров неоднократно заявлял, что был инициатором драки. Еще в начале своей карьеры он подрался с Олегом Меньшиковым из-за девушки. Это произошло, когда они оба работали в театре советской армии. Позже он напал на оператора, который снимал рекламный ролик для мебельного магазина. Актеру не понравилась назойливость оператора и он дал ему резкий отпор. Александр Панин всегда оказывается в центре неприятностей и громких скандалов. В 2013 году он избил таксиста, который потребовал компенсацию за разбитую машину в результате аварии, за которую был ответственным Панин. На следующий день он напал на буфетчицу при дорожном кафе, разбив ей голову бутылкой. Кроме того, он подрался с режиссером Семеном Горовым и Стасом Наминым. Михаил Ефремов, заслуженный артист, часто оказывался в скандалах из-за своего неподходящего поведения и употребления алкоголя. Он дрался со своим сыном, конфликтовал с журналистами и устраивал пьяные выходки на кинофестивалях. Марат Башаров не был замечен в публичных скандалах, однако больше остальных любит махать кулаками. Вся страна была в шоке после откровений его бывшей жены. Оказалось, мужчина по пьяной лавочке оскорблял и периодически избивал хрупкую девушку. За недолгий брак Екатерина не раз обращалась в трампункты, выкладывала фото жутких ссадин и синяков, терпение иссякло после перелома носа. Девушка решила навсегда уйти из жизни Дебашира и развелась с Башаровым в марте 2019 года. А еще больше всего интересного из мира кино и знаменитостей ты узнаешь, если подпишешься на канал. А за лайк и репост тебе отдельное спасибо.